Религия в нашей жизни В программе сегодня, после беседы архиепископа Яна Шаховского, мы передадим очерк, посвященный кумранским рукописям, одному из самых замечательных археологических открытий нашего столетия, и затем предложим вашему вниманию статью молодого русского философа Николая Бокова «Коммунизм как антихристианская секта». Сегодняшняя беседа архиепископа Яна Шаховского посвящена гениальному математику и религиозному мыслителю Паскалю. У микрофона Владыка Ян. 23 ноября 1654 года большой математик Франции, совершивший ряд научных открытий, пережил встречу с небесным миром, с Богом, встречу, потрясшую его существо. Блес Паскаль – один из самых глубоких мыслителей человечества не только XVII века. В одно мгновение постиг он, что Бог есть Бог Авраама, Исаака, Якова, а не философов и мудрецов. Бог открывается вере, а не абстрактному рассуждению об истине. Бог есть огонь, сжигающий, очищающий человека, сжигающий зло. И живой Бог ищет живого человека для усыновления его и спасения вечности. Ум человеческий способен к национально отвлеченным доказательствам и к пониманию того, что вера в Бога, вечная жизнь, есть нечто гораздо более и разумное, и достоверное, и нужное для человека и человечества, чем не верея в высшую жизнь, а верование в смерть. Атеизм же именно есть верование в смерть. Математик Паскаль показывает в своем знаменитом рассуждении о паре, которые якобы держат верующие с неверующим, что неверующие во всех случаях проигрывают, и проигрывают все. А верующий может все выиграть. Предположим, говорит Паскаль, что существует в мире лишь одно головное, холодное, отвлеченное решение вопроса о существовании Бога и вечной днем жизни. Если Бог и есть, ведь тогда ценность человеческой ставки на Него, на вечную жизнь Боги, является бесконечно драгоценной, безмерной для нас и нужной, и спасительной для всех. Если же человек ошибся тут в своей ставке на вечную жизнь Боги, то он в сушести ничего не потерял по сравнению с возможным проигрышем неверующего человека. Если ошибся человек неверующий, сделавший ставку не на жизнь, а на смерть, то эта ошибка его огромна, ужасна, ничем не вознаградима. Такую аргументацию математик Паскаль считает безошибочной. Она, конечно, правдива и очевидна, но вера в Бога не есть лишь отвлеченный выбор силогизмов математических. Это движение всего нашего существа, не одного только ума. Умер Паскаль сравнительно молодым, в тридцати девяти лет. Он оставил человечеству опыт удивительной жизненной устремленности и жажды высшей жизни, той реальности любви к Богу и людям, которая и составляет сущность настоящей веры. Иисус Христос Спаситель, Всичеловек, Богочеловек стоит в центре жизни Паскаль. Что характерно для всего западного христианства. Паскаль особенно устремлен к спасительному и целительному, искупительному для людей крестному страданию Христову. Мне кажется, пишет Паскаль, что Иисус Христос дает прикоснуться после своего воскресения только к своим ранам. Мы должны соединить себя только с Его страданием. Христос есть божественный ответ на наше человеческое смертное состояние мира. Можно верить в Бога, не зная этого своего несчастного состояния. И можно видеть это несчастное свое состояние, не видя Бога. Но нельзя человеку познать Иисуса Христа, не познав тем самым Бога, а также и своего бедного без Бога состояния. В Иисусе Христе заключен полный единственный ответ на все. Без Него только одно отчаянное горе. А через Христа Иисуса все в жизни, и самое страдание становится путем высшей жизни. Историю человечества Паскаль считает агонией Иисуса Христа на кресте. Агония завершается воскресением. Нельзя спать в это время, говорит Паскаль. Это время молитвы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Димка Книга Тавита Книга Еноха Джипер а также Книга Юбилеев Завещание Левия и другие книги Апокалипсического Содержания Интересно отметить, что Книга Тавита известная До сих пор только на греческом языке по переводу Септуагинты или перевод «семидесяти толковников» в Кумране была найдена на еврейском и арамейском языках. Между прочим, Иисус Христос изъяснялся на арамейском языке. В Кумране были найдены также два медных свитка, которые долгое время не могли быть прочтены, так как были покрыты ржавчиной. Только в 55-м году свитки были разрезаны на части и оказались записями, датированными 62-м годом до Рождества Христова с указаниями местонахождения двух кладов – золотого и серебряного. После исследования пещер русла Кумран археологи обратили внимание на древние развалины в том же районе, известные под арабским названием Кибрят Кумран – развалины Кумрана. Были произведены раскопки, которые обнаружили, что на этом месте в древние времена находился монастырь еврейской секты Есеев. В то же время было с несомненностью установлено, что найденные в пещерах рукописи принадлежали этому монастырю, так как в развалинах были найдены не только глиняные кувшины, подобные найденным в пещерах, но и остатки скриптория, то есть мастерской для переписки книг. Кумранские свитки близки тексту «Семидесяти толковников», с которого переведена славянская Библия. Эти рукописи, хотя и могут вносить те или иные уточнения в прежние тексты Библии, ничего принципиально нового еврейскую Библию не вносят. В связи с этим, некоторые исследователи считают, что чем старше библейские рукописи, тем они могут быть ближе к тем, с которых был сделан перевод «семидесяти» толковников. Исходя из сказанного, можно прийти к таким заключениям о чисто религиозном значении библейских рукописей, найденных в 47-м году у Мертвого моря. Рукописи Кумрана еще раз подтверждают полноту и неповрежденность канонических книг Библии, которыми до сих пор пользуется христианский мир. В то же время, рукописи Кумрана определенно подтверждают преимущество перевода «семидесяти» толковников на основе более древних текстов, а следовательно и на славянской Библии. По отношению к так называемым неканоническим книгам Ветхого Завета, кумранские стрипки подтверждают пользование ими еврейскими кругами до самого начала нашей эры. Кумранские рукописи также дают нам тексты священного писания Ветхого Завета в том виде, в каком они были во времена Христа и апостолов. Наличие рукописей библейских книг, относящихся до христианскому периоду, лишает безбожников право утверждать, что древние тексты Библии не сохранились, а более поздние якобы имеют вставки и изменения, произведенные после появления христианства. Вы слушаете голос Америки из Вашингтона. В эфире программа «Религия в нашей жизни». Передаем очерк, посвященный найденным в 47-м году в Палестине свиткам Мертвого моря. Продолжаем передачу. Кем были ессеи, в разваленных общины которых были найдены кумранские рукописи? Секта есеев давно известна по описаниям римских и еврейских историков Плиния Старшего, Иосифа Флавия и Филона. Однако все эти свидетельства о есеях были составлены посторонними лицами. Теперь же о них заговорили книги самой секты. Секта есеев возникла около середины II века до Рождества Христова и исчезла в период Иудейской войны и разрушения Иерусалима в 70-м году после Рождества Христова. История монастыря в Кумране, изученная при раскопках, вполне совпадает с этой хронологией, а содержание книг секты есеев дало полное основание признать, что этот монастырь был центром этой еврейской секты. Наиболее полное описание учения и внутреннего строя есейской общины содержится в одной из кумранских рукописей в книге «Правил», где заключены все правила и предписания общины. Исходя из принятия всех книг еврейской Библии, есеи были не только строгими исполнителями закона Моисея, но были проникнуты ожиданиями скорого пришествия мессии, последнего суда и наказания грешников. Вследствие этого вся жизнь общины в Кумране была построена на сурово аскетических началах. Члены общины отказывались от брака, выполняли ряд дополнительных к Моисееву закону предписаний в виде молитв, очистительных омовений и т.п. Никуда не выходили из монастыря и находились в строгом подчинении у старших. Они также отказывались от собственностей, занимались ремеслами, но главным образом ессеи готовили себя к встрече последних решающих судьбу мира событий. В соответствии с такими ожиданиями отношение ессеев к пророческим книгам священного писания отличалось от обычных еврейских. Ессеи по-своему толковали эти книги, делая свои выводы. Любимым чтением приверженцев есейской общины было толкование пророчеств и таких апокалиптических книг, не признававшихся еврейскими священниками, как книга Еноха, книга Тавита, война сынов света и сынов тьмы и других. Благодаря этому ессеи считали себя избранными Богом, верным остатком Израиля и верили, что при появлении Мессии они, сыны света, примут главное участие в последней борьбе с силами зла, сынами тьмы. Книга «Война сынов света и сынов тьмы» проникнута духом дуализма и верой в предопределение Божие и требует от своих членов беспощадного отношения к врагам. Из истории известно, что ессеи первоначально были одной из религиозных групп в Иерусалиме наряду с фарисеями и саддукеями. Но затем они были преследуемы первосвященниками из рода османеев, которые правили иудеи в первом веке до Рождества Христова и вынуждены были бежать из Иерусалима в иудейскую пустыню. Тогда они порвали всякую связь с Иерусалимским храмом, имея своих собственных первосвященников и жертвоприношения. В их книгах отражается история этой борьбы с Иерусалимскими первосвященниками в виде гонений злого священника, которые переносил руководитель есеев, называемый учителем праведности. После перехода власти Кироду Великому он царствовал с 40 года до Рождества Христова до 4 года после его Рождества. Враждебное отношение иудейских первосвященников к есеям продолжалось, и они продолжали оставаться в пустыне. Хранение есеями наиболее ценных рукописей не в монастыре, а в соседних пещерах объясняется опасением новых гонений, а наличие многих рукописей без сосудов объясняется спешным сокрытием их во время иудейской войны, когда община, видимо, вынуждена была бежать и более уже не возвращаться в Кумран. Раскопки показали, что здания монастыря были опорным пунктом еврейских зилотов во время иудейской войны 66-70-го годов нашей эры и были разрушены римлянами. На это указывают найденные в развалинах монеты первого века после Рождества Христова и наконечники римских стрел. Некоторые антихристианские авторы нашего времени, стараясь найти прототипы, из которых якобы возник образ Христа, пытались доказать, что Иисус Христос был связан с кумранской общиной Иисеев и даже был тем учителем праведности, о котором несколько раз говорится в кумранских рукописях. Однако ничто ни в кумранских документах, ни в Новом Завете не дает основания так думать. Наоборот, учение Иисуса Христа об этом мире, в частности его точка зрения по отношению к своему собственному народу, диаметрально противоположно Иисеевской точке зрения, и можно с уверенностью сказать, что Христос никогда не был членом общины Иисеев. Он, конечно, мог иметь некоторых учеников, которые вышли из той среды, в частности тех, которые были прежде учениками Иоанна Крестителя, хотя и это далеко не доказано. Попытка показать, что кумранский учитель праведности был взят за образец для писания Иисуса Христа, не может быть доказана на основании свитков Мертвого моря. Учитель праведности это прекрасный молодой человек с высокими идеалами, который умер преждевременно. Однако нет ясного доказательства, что он был предан смерти, тем более нет указаний, что он был распят или что он воскрес из мертвых, или же что кумранские жители ожидали его возвращения. Разница между Иисусом Христом и Учителем праведности ясно выступает в следующих пунктах. Учитель праведности не приписывал себе, что он Сын Божий, или же что он воплощенный Бог. Его смерть по своей природе не была жертвенной. Христос говорил о всепрощении, кумранский учитель праведности, о вечной ненависти к людям погибели. Христос призывал к себе трудящихся и обремененных, исцелял болезни, а учитель праведности закрывал вход в общину слепым, калекам, хромым, глухим. Водом из кумранских документов запрещается в субботу вытаскивать скотину, упавшую в яму. Христос же приводит именно этот пример для осуждения нелепости ритуализма и законничества. Кумраниты пользовались отличным от всех иудеев календарем и не признавали и Иерусалимского храма. Христос праздновал ветхозаветные праздники со всем народом и посещал храм. Итак, нет ни малейших оснований видеть в учителе праведности, о котором говорится в некоторых кумранских свитках, прототипа Христа, как это пытаются делать некоторые атеисты, в том числе и советские. В эфире программа «Голос Америки. Религия в нашей жизни». Продолжаем передачу нашего очерка, посвященного кумранским свиткам, найденным у Мертвого моря в 47-м году. Кумранские рукописи не только проливают свет на характер еврейской секты и сеев, но и сыграли большую роль для уяснения той обстановки, в которой зародилось христианство. Об этом пишет в своей книге «Сын человеческий», проживающий в Советском Союзе православный священник отец Александр Мень. «Сходство фразеологии кумранской и новозаветной литературы», пишет отец Александр Мень, «окончательно опровергло идею о внепалестинском происхождении христианства». И тут, и там встречаются такие характерные выражения, как «нищие духом», «сыны света» и так далее. Кумранские манускрипты пролили свет на проповедь Иоанна Крестителя. Кумранский монастырь находился близ того места, где пророк проповедовал. Кумраниты, как и он, прилагали к себе текст о гласе вопиющего в пустыне и считали себя предтечами Мессии. В их строго регламентированной пищи попадались акриды и дикий мед, которые составляли и пищу Крестителя. Его безбрачие и аскетический образ жизни не имели в то время аналогий, кроме образа жизни Исеев. Есть и другие точки соприкосновения между Крестителем и Кумранитами, которые дают историкам повод утверждать, что свою молодость в пустыне, о которой Евангелия молчат, Иоанн провел в Исейской общине. Но, очевидно, отчужденность Исеев от всего мира послужила причиной, заставившей Иоанна покинуть монастырь и обратиться с проповедью ко всему иудейскому народу. Наконец, кумранские открытия помогли восстановить картину того культурно-исторического фона, который окружал нарождающееся христианство, и благодаря этому история ранней церкви приобрела более четкие и конкретные очертания. Исследования и открытия в Иудейской пустыне продолжаются и по сей день, и можно надеяться, что они принесут еще немало интересных и важных материалов для исследователей Библии и истории религии. До сих пор остается загадкой, почему Новый Завет молчит о Исеях, в то время как он изобилует упоминаниями о других иудейских религиозных течениях того времени – саддукеях, фарисеях, зелотах и т.д. Наиболее правдоподобным будет то объяснение, которое ставит судьбы есейские в тесную связь с историей первого христианства. Вполне вероятно, что большинство есеев не входили в конфликт с христианами, как другие секты, но почти полностью с ними слились. Деяния апостольские говорят о многих тысячах, обращенных первой неделе после распятия и воскресения. По данным Иосифа, орден есеев насчитывал около четырех тысяч человек. Многие соображения заставляют предположить, что среди этих первых обращенных в церкви подавляющее большинство были из есейской среды. Именно в силу этой причины Новый Завет и не противопоставляет есеев христианам. Косвенным подтверждением этого предположения может считаться и тот факт, что есейские идеалы не пережили иудейского царства и в иудаизме рассеяния не сохранились. Пишет протеерей Александр Мень в своей книге «Сын человеческий» о роли кумранских рукописей в уяснении обстановки, в которой зародилось христианство. Рукописи Кумрана, как показал отец Александр Мень, имеют по преимуществу научно-исторический характер. Новое, что они внесли, это детальное освещение учения и жизни секты и сеев, о которой имелось до их обнаружения смутное представление. Они, в общем, подтверждают полноценность и неповрежденность канонических книг Ветхого Завета. Это показывает, что, несмотря на все исторические катастрофы, гонения и войны в начале нашей эры, сохранились в целости и полноте все книги Ветхого Завета. Для верующих это было и прежде бесспорным фактом, поскольку они смотрят на Библию как на богооткровенное Писание, благоговейно хранимое как Ветхозаветной, так и новозаветной церквами. Но для скептиков и рационалистов нашего времени изучение свитков Кумрана может послужить новым доказательством подлинности и сохранности книг Библии. В частности, этим опровергаются доводы некоторых антирелигиозных пропагандистов о неподлинности и мифичности книг Ветхого Завета. Во всяком случае, свитки Мертвого моря или кумранские рукописи, при беспристрастном их изучении, не дают никаких оснований для какого-либо пересмотра Ветхозаветных книг. Этим еще раз подтверждаются слова Иисуса Христа, сказавшего почти две тысячи лет назад, «Истина, истина, говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все». Мы передавали очерк, посвященный одному из самых крупных археологических открытий нашего времени находке в 47-м году в Кумране у Мертвого моря сотни рукописей еврейской секты и сеев, относящихся к периоду от I века до Rождества Христова до I века н.э. Для желающих больше узнать о кумранских рукописях, отсылаем книге Ида Амустина «Рукописи Мертвого моря», изданной в Москве в 1960-м году. Это лучший обзор кумранских открытий на русском языке. Кроме того, на русском языке есть еще книга Ковалева и Кубланова, изданная в Москве в 1964-м году под заглавием «Находки в Юдейской пустыне», книга «Лившица» «Кумранские рукописи» 59-го года издания, а также ряд статей о кумранских рукописях в вестнике древней истории. В настоящее время кумранские рукописи бережно хранятся в специальном музее в новой части Иерусалима, построенном в форме крышки глиняного кувшина, в котором в 1947-м году бедуинские мальчики нашли рукописи. Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Продолжаем программу «Религия в нашей жизни». Недавно в издающемся в Париже еженедельнике «Русская мысль» была опубликована статья под названием «Коммунизм как антихристианская секта». Статья эта представляет собой ряд размышлений над духовной сущностью коммунизма молодого философа Николая Бокова, который несколько лет назад эмигрировал из Советского Союза на Запад. Статья Бокова в «Русской мысли» открывается утверждением, что в истории захваченных коммунизмом стран отчетливо преслеживается богословская мысль, согласно которой зло само по себе не имеет субстанции, то есть самостоятельного существования. Святые Отцы Церкви учили, что зло всегда поразит на добре, оно может жить лишь на подкладке добра. И потому, пишет Боков, приход коммунистов к власти не означает утверждение новых коммунистических форм бытия, таких форм быть не может. Победа коммунистов в России, согласно концепции Николая Бокова, означала присвоение и извращение русско-христианской государственности и церковности. Далее, в статье Бокова «Коммунизм как антихристианская секта», мы читаем. Коммунизм не может создать мощные основания общественной и духовной жизни. Он лишь пародирует христианство и церковь, захватывая готовые формы церковности и пытаясь наполнить их своим содержанием. Ничтожные результаты этой многолетней деятельности заставляют вспомнить свято-отеческое изречение «Дьявол обезьяна Бога». Некоторые заимствования марксизма очевидны. В самом деле, в числе первых документов есть и написанный Энгельсом «Катехизис социализма». И в нем, кстати, впервые говорится об охраняемых местах концентрации буржуазных элементов переходный период, то есть о концлагерях. Если, например, отцы церкви учат о временности, приходящести земного отечества христианина, ибо Родина не имеет небесного бытия, то марксизм отрицал Родину во имя интернационала, во имя земной организации, претендующей на вечное бытие в этом мире. Компартия имеет и своих мучеников, жертва которых ради дела коммунизма должна назидать живых и давать их деятельности нравственно-мистическое обоснование. Если за это дело умирают, то оно верное, справедливое. Между тем, наше человеческое доверие или хотя бы внимание к делу, за которое отдают жизнь, остаток выросшего вместе с церковью почитания мученичества. Партия может подражать церкви и передразнивать ее, однако главные принципы веры и церковной жизни, существование Бога и посмертную жизнь души, она отрицает. Это логично, поскольку партия существует лишь в этой земной действительности. Способ и цель ее существования полная власть над человеком. Психологическая возможность такой абсурдной и жестокой власти, почему же человек подчиняется, состоит в том, что безбожие всегда создает раба. Действительно, человек, разделяющий заблуждение, что смерть тела означает конец и души и вообще всего его, ценит земную жизнь как единственное и абсолютное сокровище. Ясно, сколь он чувствителен к угрозе своему существованию. Этим и объясняется загадка процессов сталинского периода. Автор считает, что легче понять коммунизм, если принять во внимание, что греческий предлог «анти» в словах «антихрист», «антихристианство» означает не только против, но и вместо. Вместо Христа, вместо христианства. Агрессивность коммунизма по отношению к религии, их захвату власти и территории объясняется тем, что он представляет собой вновь народившуюся антихристианскую секту, выступающую под знаменем науки и политического движения. Далее в статье «Коммунизм как антихристианская секта» Николай Боков продолжает перечисление церковных форм, присвоенных коммунизмом для того, чтобы наполнить эти формы своим антихристианским содержанием. В частности, автор сравнивает орден чекистов с христианским монашеством. Мы читаем «Если мы сравним воспитание чекистов и воспитание христианского монашества, то мы обнаружим и парадоксальные совпадения, и диаметрально противоположные цели того и другого. Известно, например, отсечение воли молодого монаха, то есть полное подчинение новичка своему более опытному собрату. Это нужно для того, чтобы ученик научился распознавать действия своей воли и самолюбия, наталкивающихся на волю учителя. Для этого последний и прибегал к унизительным для самолюбия заданиям. В раннем монашестве, например, Антоний Великий приказывал Павлу Препростому доставать воду из колодца и выливать ее на землю. Подготовка чекиста, конечно, малоизвестна. Однако некоторые факты поразительны. Например, в качестве наказания курсантов-гибистов заставляли доставать воду из одной проруби и выливать ее в другую. В другом случае шести человекам было приказано нести всем вместе одну единственную спичку. Мало-помалу монах научается различать в себе действия воль собственной, божественной и демонической. Видеть метаморфозы навеянных плотью или внешним миром желаний, способных принимать обличие богоугодных или общеполезных идей и так обманывать самого их носителя. Таким образом монах приобретает навык следить за чистотой своего богомыслия. Судьба чекиста иная. Он становится винтиком аппарата власти людей над людьми, смертных над смертными. Он утратил человеческую волю и не познал божественной, и твердо усвоил фантастическое мировоззрение, выраженное Марксом и приспособленное к русским условиям Ульяновым Лениным. Коммунизм стремится захватить созданные до него и не для него формы. Мистическая сторона этого процесса ускользает от его участников. Но и нам не просто раскрыть очевидный казалось бы символизм. Закрытый храм, храм превращенный в клуб, храм занятый тракторной мастерской, храм превращенный в спортивный зал. На месте разрушенного храма Христа Спасителя в Москве должен был появиться дворец Советов со статуей Ульянова Ленина наверху. Этот проект не осуществился. Отказ от строительства могут объяснять разными экономическими и политическими обстоятельствами, но причина конечно в другом, это место Бога не могло быть занято. Господствующую над Москвой статую, заставляющую вспомнить статуи императоров в языческом Риме, установить не удалось, хотя в тоталитарном обществе и нет сил, которые воспротивились бы такому делу. Утвердилось почитание тела Ульянова Ленина, положенного в специальном культовом сооружении Мавзолеи, значительно ниже уровня почвы. Интересно, что коммунистическая секта, отрицающая существование духовного мира, изобрела и в ряде случаев сделала обязательным, при визитах глав иностранных государств, например, своеобразный культ мертвого человека, главный момент которого схождение под землю. Этот культ постепенно обрастает подробностями, в наши дни, например, брачующиеся приносят к Мавзолею цветы, причем это разрешается лишь наилучшим. Другое место проявления религиозных чувств молодоженами — могилы неизвестного солдата с вечным огнем. Автор статьи считает, что в этих двух последних примерах налицо подражание коммунистами почитанию святых мощей христианской церкви, смешанное с египетским культом фараонов и языческими культами. По мнению Николая Бокова, автора статьи «Коммунизм как антихристианская секта», все, что он до сих пор высказал в своей статье, показывает, как реализуется узурпация коммунизмом нравственных основ личности, воспитываемых христианством и церковью в течение многих веков. Далее автор приводит еще несколько примеров узурпации коммунизмом христианских форм с целью привлечь самих же христиан к марксизму. Чтобы поймать человека, марксисты ссылались и ссылаются на несправедливость существующего строя. Тут они обращались к чувству справедливости христианина с тем, чтобы, возбудив это чувство, обмануть его, навязав марксистское объяснение социальной действительности и марксистскую модель действий. Также была использована и христианская надежда на спасение и вечную жизнь. Спасение и вечную жизнь ампутировали, а надежду привязали к раю на земле бесклассовому обществу. Некоторые формулы советской пропаганды восходят непосредственно к евангельским текстам. Например, «Кто не с нами, тот против нас» — это извращенные слова Христа «Кто не со мною, тот против меня». «И кто не собирает со мною, тот растачает». До сих пор находящийся в обращении девиз «Кто не работает, тот не ест» — почти дословно повторяет апостола Павла, хотя апостол говорит, конечно, о внутренней жизни церковной общины. Ознакомившись с содержанием статьи Николая Бокова «Коммунизм как антихристианская секта», невольно встает вопрос, к чему все это? Для чего коммунизму нужно заимствовать христианские формы и наполнить их своим безбожным содержанием? Для того ли, чтобы заменить церковь или во всяком случае пленить ее? Автор в заключении статьи как бы отвечает на эти вопросы так. Хотя, казалось бы, церковь давно находится в плену, советское государство и партия оказывают на нее постоянное давление. Но ведь в плену лишь видимая церковь. А невидимая церковь, неделимое тело Христова, никакому контролю темных сил не подвластна. И партия, конечно, не сможет выжить рядом с видимой церковью, как только последняя восстановит социально значимые размеры. А это предопределено тем, что на мистическом уровне победы коммунизма никогда не было и быть не может. ПЕСНЯ Мы познакомили вас с содержанием стадии «Коммунизм как антихристианская секта», опубликованной в свое время в парижском еженедельнике «Русская мысль». Статья была написана молодым русским философом Николаем Боковым, который несколько лет назад эмигрировал на Запад из Советского Союза. И на этом мы заканчиваем еженедельную программу «Религия в нашей жизни», которую подготовил священник Виктор Потапов. Наша программа передается с субботы на воскресенье в час ночи и сразу после новостей и повторяется в тот же день в 6.15 утра. По понедельникам наша программа передается в 23.15 и по вторникам в 18.15. На Дальний Восток наша программа транслируется по воскресеньям в 12.15. По воскресеньям в 7.00 утра слушайте Божественную Литургию из Русского Православного Собора Святого Яна Претечи в Вашингтоне. Время всюду указано московское. Собора Яна Собора Яна Претечи Претечи Собора Яна Претечи